На следующий год после коронации Михаил Федорович принял первое в своей жизни серьезное политическое решение. Он приказал вернуть в Москву Марину Мнишек, жена Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, вместе с ее трехлетним сыном. После серии допросов у Марины отобрали сына, но заверили ее, что с маленьким Иваном ничего плохого не случится. Но в июле 1614 года малыша принесли на Болотную площадь, где состоялась церемония публичной казни. Москвичи запомнили эту расправу, как одну из самых жестоких в истории, веревка оказалась слишком толстой и никак не могла затянуться на худенькой шее ребенка. Конец страданиям трехлетнего Ивана пришел только через несколько часов. Когда Марине Мнишек сообщили о произошедшем, она прокляла весь рот Романовых. Как голосит легенда, она произнесла такие слова, кстати у меня есть телеграм-канал, в котором я рассказываю еще больше и интереснее об истории. Ссылка в комментариях. Вы начали свое правление со смерти невинного ребенка, смертью невинных детей вы его и завершите.